И пришло время прочесть и растолковать Евангелие дня. Отец Владислав, будьте добры. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним. Не исцелит ли он в субботу, чтобы найти обвинение против него? Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань и выступи на средину. И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить? Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал. И стал рука его здорово, как другая. В шестой главе Евангелия апостол Лука сообщает о двух эпизодах, где Христос и его ученики пренебрегают ветхозаветной заповедью о субботнем покое. Срывание колосси в поле ради пропитания и исцеление спасителем сухорукового человека в синагоге, оба эти действия, совершенные в субботний день, воспринимались фарисеями и книжниками, как святотатство. Постановление о субботе, как дне покоя, было основано на книге Бытия и словах Господа из книги Левит. «Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши». Изначально покой не подразумевал ничего не делания. Наоборот, иудей должен был посвящать свое время молитве и чтению Писания. Однако со временем духовный смысл этого дня был замещен достаточно формальным пониманием заповеди. Возникли многочисленные предписания о том, чего нельзя делать в субботу. Например, переступив порог своего дома, человек мог пройти не более двух тысяч шагов. Запрещалось также разводить огонь для приготовления пищи, кормить животных и прочее. Христос, нарушая эту традицию, апеллировал к изначальной заповеди Божией. Так, еще в одном евангельском фрагменте Христос прямо цитирует слова Господа из книги пророка Осии. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения – боли, нежели всесожжений». Превалирование внешнего над внутренним, игнорирование истинной праведности в угоду формально правильному поведению – все это осуждается Христом, но не только. Еще прежде в книге пророка Исаии прозвучали грозные слова Господа. «Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они – бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови». Исцеляя страждущего в субботу, разделяя трапезу с мытарями и грешниками, прощая пойманную в прелюбодеянии женщину, Христос вновь и вновь пробивает выстроенную книжниками и законниками стену бездушного формализма. Но лишь единицы откликнулись на призыв Спасителя, подтверждая сказанные Христом слова. «Народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое. Да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Интересен смысл этого отрывка, потому что Иисус исцеляет человека в субботу, но подводит к тому, чтобы они задумывались, почему это происходит и какие смыслы несет. Что нам это дает сейчас? История, к сожалению, повторяется. И говорят, история учит тому, что ничему не учит. Иногда кажется, что Библия учит тому, что ничему не учит. Потому что, ну, казалось бы, настолько ярко прописана история взаимоотношений Спасителя с фарисеями, что у нас иммунитет против фарисейства должен быть на высшем уровне, на максималках. А нет, мы заражаемся им, как только чуть-чуть начинаем разбираться в православии. Ведь суть фарисейства даже не в лицемерии, а в уверенности в том, что спасение состоит в том, что ты правильно соблюдаешь закон. И тот, кто его нарушает, тот, соответственно, грешник. А раз я его соблюдаю совершенно точно до последней буквы, я, значит, праведник. А ведь мнение о собственной праведности, оно приводит к гордости, к чеславию. И, соответственно, к погибели. А только тот человек, который противоположное себе имеет мнение, приобретает в результате невозможности исполнения всех букв закона некоторое смирение. И он не говорит, я не то, что вот этот мытарь. А он говорит, Господи, хотя бы вспомни меня в царстве Твоем. Не прошу, возьми меня в царство. Ты там будешь, хотя бы вспомни, мне уже будет приятно в том воду. И вот этот уйдет в погибель, а этот идет в рай. И нам часто тоже кажется, что вот если мы научим других людей правильно себя вести, мы его спасем, и их спасем. И начинаем всех назидать, всем рассказывать, где правильно стоять, в каком виде в храме находиться, как правильно смиряться. Мы же сразу чувствуем, когда другой человек гордый. Тем самым мы свою гордыню повышаем. Да, ты же видишь в нем то, что на самом деле есть в тебе. И начинаешь всех смирять, всех учить. И казалось бы, ну вот же оно. Вот прямым текстом. Суббота для человека, а не человек для субботы. Будь снисходителен. Можно в субботу исцелять людей. Можно в субботу делать добро. Можно в субботу, у нас воскресный день, включить стиральную машину и постирать отбелье в конечном итоге. Да, можно делать добро в эти дни. И вот форму исполняют, а про букву забывают. Вот это очень главное, самое главное для нас. Правда, очень важно не путать, что такое форма и что такое суть. И как они связаны. Спасибо огромное, отец Владислав. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова